Личность генерала Сергея Суровикина в эти дни самые обсуждаемые. В интернете появились картинки по поводу первого дня работы военачальника, а СБУ даже объявило его в розыск. Глава Минобороны Сергей Шойгу после теракта на Крымском мосту назначил Суровикина командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной операции на Украине, чем известен новый воевода и знает ли он о своем прозвище генерал Армагеддон. Назначение Суровикина главой командования спецоперации говорит о попытке создать единый орган управления, контролирующий ситуацию как на линии фронта, так и в тылах. Вся логика подсказывает, хозяин должен быть один, ответственный должен быть один. Вот назначили Суровикина не ответственным только, но хозяином, руководителем. Военный аналитик Юрий Котинок считает, что назначение Суровикина – это создание аналога ставки верховного главнокомандующего, подобно той, которая была в ходе Великой Отечественной войны. Ожидается, что таким образом скорость принятия решений на фронте будет выше. Судя по тому, как началось первое утро генерала в новой должности, эта фигура не может не вызывать интереса. Согласно биографии, Сергей Владимирович Суровикин родился 11 октября в Новосибирске. Сегодня ему исполнилось 56, считается, что он довольно молодой для своей новой должности. В 1987 году он окончил золотой медалью «Омское высшее общевоисковое командное училище». С 1992 по 1997 был участником вооруженного конфликта на территории Таджикистана. В 2000-х воевал во вторую чеченскую. С 2004 по 2005 годы командовал 42-й гвардейской мотострелковой дивизией в Чечне. В 2012 руководил рабочей группой Минобороны России по созданию военной полиции. В марте 2017 возглавил группировку российских войск в Сирии, где сумел переломить ход войны и нанести поражение террористам. Сейчас все условия для выполнения задачи наступательной группировкой войск созданы. Нанесено мощное огневое поражение. Кстати, за Сирию у Суровикина звезда Героя России. В армейских кругах Сергея Суровикина характеризуют как жесткого военачальника, который способен успешно руководить войсками в самой сложной обстановке. Прозвище «Генерал Армагеддон» он получил за неординарность военно-стратегических решений. Генерал Армагеддон – символ российской армии. После сирийской кампании Суровикина назначили главкомом российскими ВКС. Когда у военной авиации России был непростой период, по сути, пехотный генерал сумел исправить эту ситуацию. 16 августа 2021 года указом президента Владимира Путина ему присвоено звание «Генерал Армии». В июне 2022 года Суровикин получил под командование южную группировку сил СВО. Именно под его руководством были ликвидированы части ВСУ в Горском котле и освобожден Северодонецк. Уже тогда о нем громко заговорили украинские СМИ. Суровикин ведь действительно успешный офицер. Он служил в Таджикистане, он служил на Кавказе, он при Сердюкове занимал важные посты и, видимо, сыграл важную роль в Сердюковской реформе армии, которая сделала ее существенно более боеспособной. Он был в Сирии и, говорят, при нем были успехи. Он, как авиационный командующий, очевидно, умеет применять авиацию во взаимодействии с сухопутными войсками. Это действительно толковый генерал. Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который недавно обрушился с критикой на Минобороны, назвал Суровикина самым грамотным командиром в российской армии. У генерала Армагеддон сегодня день рождения. Поздравляем от души и желаем побед. Редактор субтитров А.Семкин